Как известно, любой план, даже самый гениальный, не будучи воплощен в свое время, пересматривается и переделывается потомками. Нынешнее городское руководство решило в корне изменить генеральный план застройки Петрозаводска до 2000 года, разработанный более 10 лет назад. С 90-го года в России, в крупных городах, принято решение о строительстве индивидуального жилья, что раньше было просто запрещено. Поэтому территория города неизбежно должна была возрасти и существенно. Поэтому новым генеральным планом территория города увеличивается практически в 2,5 раза. В принципе, ничего существенно нового новый план не предлагает. Просто-напросто он законно утверждает уже наметившиеся коттеджные районы, как в черте города, так и за ее пределами. Желание молодить и украсить город индивидуальной застройкой понятно. Но здесь возникают две проблемы, которые одним архитекторам решить не под силу. Что же делать с ветхими деревянными домами, которые занимают большую часть Петрозаводска, и хозяева которых практически не имеют шансов переехать в нормальное жилье? И второе. Предусматриваются ли какие-либо льготы или кредиты индивидуалам, столкнувшимся с немыслимой дороговизной всего, от земли до коммуникации и стройматериалов? Сегодня задача стоит так, что практически каждый нуждающийся в жилье должен иметь возможность сам строить себе это жилье.